МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чашечка кофе, лёгкий визаж, укладка волос. Идёт подготовка к записи программы с необычной героиней. В кресле стилиста сейчас находится та, у которой мужчины просят автографы. Ей аплодируют и кричат «Браво!», поскольку она блестяще справляется со своей работой и получает заслуженно овации. Представьте себе, она не певица, не актриса, не блогер и даже не поэт-песенник. Ольга Кирсанова – пилот гражданской авиации. И её стихия – небо. История гражданской авиации в России насчитывает уже 100 лет. И 30 из них на счету пилота Ольги Кирсановой. За её плечами странные континенты, трансатлантические рейсы и даже кругосветные перелёты. Чтобы поднимать в небо самолёт весом более 100 тонн и вместимостью 180 пассажиров, нужно иметь железные нервы и бойцовский характер. А Кирсанова – боец. Женщин-пилотов в нашей стране можно по пальцам пересчитать. Тут даже калькулятор не понадобится. И одна из них – Ольга Кирсанова. Её история жизни – это настоящее кино. Это история сильной женщины, воплотившей свою мечту в жизнь. Ольга, вот я смотрю на вас, вспоминаю сразу Сергея Михалкова. С лестницы ответил Вова. Мама-лётчик, что такого? А сегодня наша мама, помните, отправляется в полёт, потому что наша мама называется пилот. Мой сын очень гордится мной, правда. Я уверен, что мужчины, не только мужчины, и женщины, все люди, которые видят девушку-пилота, как-то, знаете, вытягиваются, хотят стать стройней, мужественней, сильней. И всё-таки какое-то предубеждение всё-таки существует. Ну как это вот женщина-пилот, как это всё несерьёзно? Вы сталкивались когда-нибудь в жизни с такими моментами, когда вам не доверяли, когда говорили, ой, не-не-не. На самом деле по жизни всякое бывает, к сожалению, так, но больше по жизни везёт встречаться с грамотными коллегами, которые ведут себя адекватно. И, знаете, это маленький-маленький секрет. Если у коллеги дома растут дочери, то он совершенно по-другому относится, нежели вот когда нет дочерей. То есть я это тоже вот за 32 года работы, я поняла, и где-то, может быть, иногда я, может быть, даже этим пользуюсь, наверное, так. Как вообще пришла у вас эта мысль о небе, мечта о небе? Когда родилась вот эта идея стать лётчиком? Я думаю, что это решили за меня и до меня, до моего появления на свет. Мой папа хотел сына первенца. И они с мамой были совсем молодые, очень сильно любили друг друга и хотели сына. Молодые люди ждали Олега, мальчика, а появилась на свет девочка. Значит, будет не Олег, а Ольга. Пройдут годы, и в семье Кирсановых ещё появятся мальчишки. Саша и Юра. Но это будет потом. А зарождалась семья в солнечном Узбекистане. История любви военного лётчика Георгия Кирсанова и девушки Любы, спортсменки, комсомолки, красавицы, ставшие его женой, любимая и единственная на всю жизнь, началась в Ташкенте. Молодые люди встретились однажды на волейбольной площадке. Юра, как звали его близкие, увидев однажды на стадионе симпатичную девушку, ведущего игрока команды, и совсем пропал. Он потерял сон и аппетит. Что тут скажешь, любовь с первого взгляда? Папа очень красиво ухаживал за мамой. Вы знаете, вот, слушая маму, я всегда восхищаюсь, потому что папой. Потому что, ну, редко, вот я прожила уже достаточно длинную жизнь, можно встретить мужчину, который вот единственную женщину боготворит. И папа как раз через всю жизнь пронёс любовь. И поначалу внимание мамы он приколал тем, что он сумасшедшие букеты огромного размера приносил к окнам. Ну, мама очень красивая была. И, в общем, добился он того, чего хотел. Мама обратила на него внимание. Ну, а после оба учились в авиационном техникуме. Это было очень модное тогда престижное заведение в Узбекистане, потому что, если вы в курсе, Химкинский завод в 41-м году из-под Москвы был перевезён в Ташкент. Ну, а мама родилась в Ташкенте. Папина половина тоже попала в войну в Узбекистан. Дед завёз семью в Туркуль и улетел на фронт. Он пролетал всю жизнь, всю войну пролетал. Вот недавно отмечали снятие блокады Ленинграда. Дед садился на лёд, озеро. Я не знаю, но это чудеса. Немцам не удалось отрезать Ленинград. Ленинградцы повседневно чувствовали свободу и поддержку Родины, товарища Сталина. Десятки транспортных самолётов доставляли продовольствие в город. За всю жизнь дед налетал 26,5 тысяч часов на Монетном дворе. Всего три значка за всю советскую реальность было отлито. И один значок принадлежит моему деду. И если у Ольги по отцовской линии все мужчины-лётчики, то по материнской исключительно педагоги. А как иначе? В семье Кирсановых мужчины летают, а женщины учат. И Ольга обязательно будет учителем русского языка и литературы, лингвистам, филологам, кем угодно. Но не лётчицы же. И для начала девочку отдали в музыкальную школу. Пяти лет отдали в музыкальную школу. Это единственное моё дело в жизни, которое я не сумела закончить. То есть я доучилась до пятого класса и ушла. Но это правда совсем не моё было. Но я сидела за железным... Не железным, конечно. За чёрным зверем с белыми зубами. И смотрела левым глазом, как мальчишки и девчонки играют во дворе. Это было всегда очень интересно. Но играли без меня в основном, потому что у меня на это не хватало времени, к сожалению. Но вас на францепиано отдали, да? Ну, да. То есть сидит, играет, значит, гамбы и смотрит в небо. Нет, левым глазом в окошко. Нет, на самом деле про небо твёрдо всегда в семье говорили, что не женское, даже не думай. Даже не думай, даже не мечтай об этом, потому что это нереально. Но по-хорошему, вот сейчас, оглядываясь на пройденный путь, второй раз я думаю, что я бы не осилила. Слишком много было, правда, препятствий, стен, таких, которые просто прошибать приходилось лбом. Зачем выпускнице Ташкентского пединститута становиться лётчицей? Диплом в кармане, профессия учителя русского языка в руках. Но нет покоя в душе Ольги. Ведь с юных лет она мечтала о небе. И ещё в детском саду лепила из глины самолётики. Я очень мечтала летать, правда. Мне так интересно было всегда с дедом путешествовать. Вот у нас был аэродром, причём не гражданский, а именно вот Маповский, там, где заводской аэродром. Когда я попадала туда, вместо детского садика, я очень любила туда ездить. И можно было вдохнуть вот запах керосина, посмотреть на эти крылатые машины. Девочка, не запах духов, да? А запах керосина. Фантазия. Ну, это очень интересно и очень увлекательно было. Нюхала керосин, наслаждалась. И как-то уговорила, как пришла в аэроклуб. Это что же... О, это замечательно. Я же занималась байдаркой. Получила звание мастера спорта Советского Союза в 16 лет. Так, это что, бросила музыкальную школу, пошла на байдар? Да, и сразу, да, я пошла заниматься спортом, потому что... Гребли на байдарках. Гребли на байдарках. Да, это было очень интересно при моей, в общем, такой не сильно спортивной фигуре, но у меня был зубастый характер. И я... Папа меня научил. Потягивалась на перекладине 20 раз. И это как раз мне очень помогало, когда особенно попутный ветер был. Я очень много одержала побед. Сложно давалось все, потому что в Греблю обычно приходят такие спортивные барышни после плавания с огромными скречами накачиваниями. Такие крепкие тети, да. Вот. И пытались меня воспитывать по-разному. Как раз там я узнала первый раз, что такое дедовщина. Вот. Но степ-бай-степ, наверное, это тоже вот как раз характер формировался. Ну, как это? Сначала человек играет, девочка, например, на ворота пьяна. А потом были мозоли от турника и от весла. Потом появились мышцы. И, в общем, я каждое утро начинаю до сих пор с зарядки. И я думаю, что это позволяет мне держать себя в форме, несмотря ни на что. Если ты пилот, то требования к физической форме строжайшие. Тут уж никаких поблажек. Мужчина, ты или женщина будь любезен соответствовать всем требованиям. И помимо отличной физической формы и навыков управления самолетом, от пилота еще требуется хорошо разбираться в технической части, ну, в гайках, одним словом. Знать физику, математику и вдобавок справляться со стрессами, быть по-армейски собранным, сохраняя высокий уровень внутренней дисциплины. Мы с папой попали на аэродром, и папа, увидев, что мне это интересно, он сказал, слушай, ну, если так интересно, хочешь, здесь аэроклуб недалеко, поедем, съездим. В свое время папа начинал летать как раз в этом аэроклубе. И туда, да? Поехали. И вот я до сих пор помню, вы знаете, это настолько красочная картина. Мы подъехали, машина остановилась, навстречу заруливал самолет Як-52, выключился двигатель, и в крыла выпрыгнула барышня. И я удивленно посмотрела на папу и спросила, папа, разве это возможно? Он посмотрел на меня и сказал, разве тебе было бы это интересно? И, в общем, вот так я прошла медицинскую комиссию, прошла, сдала кучу экзаменов. Попала в аэроклуб? Прыгнула два раза с парашютом и стала летать в аэроклубе. А для того, чтобы попасть в аэроклуб, нужно было прыгнуть? Прежде чем к полетам приступить, надо было прыгнуть. Страшно было прыгать? Честно, страшно, но предлагали, что, ну, до этого, накануне, что, типа, там, столкнуть, вытолкнуть. Я сказала, что... Какой столкнуть? Сама. Чем я хуже всех остальных мужчин рода. И сделала этот шаг. Первый свой прыжок с парашютом Ольга Кирсанова запомнила на всю жизнь. То ли ветер задул сильно, то ли еще какая-нибудь задача. Но приземлилась Ольга совсем не там, где ее ждали. На земле Кирсанову встречала стадо коров. А я была в спортивном, красном спортивном костюме. Это был первый прыжок. Я еще в тот момент не знала, что коровы... Я, ну, выросла с тем, что они реагируют на красный цвет. А они реагируют буквально, наверное, через неделю в мире животных сказали, что они на движение реагируют. В общем, я приземлилась, как я отстегнула подвесную систему, я не помню. Но я припустилась в парашют, бротя, там среди коров. Ну, так, я, честно, я не готова была с ними встретиться. Но они, конечно, увидели, что это за чудо прилетело в красном костюме. Ну, они, на самом деле, на меня не кидались, не бросались, но вот это вот желание выжить, оно победило. На деле самой заветной мечтой было учиться на пилота, стать летчицей. Но куда поступать? В Советском Союзе было единственное образовательное учреждение, принимавшее девушек. Это Волчанское летное училище. Но попасть туда нереально. В год принимали не более четырех курсантов женского пола. Ольга решила бороться за место под солнцем. Она должна во что бы то ни стала попасть в летное училище. И для этого приехала в Москву. Взяла свою корочку мастера спорта по гребле на байдарках и проникла в штаб вооруженных сил СССР. Как юной Оле Кирсановой удалось попасть на прием к заместителю министра обороны, главнокомандующего военно-воздушными силами Советского Союза, маршалу авиации Александру Николаевичу Ефимову остается загадкой. Но на встрече с главкомом Оля не растерялась. Ефимов увидел девушку с горящими глазами. Он оценил порыв будущей летчицы. И факт остается фактом. Засветила перспектива стать курсантом Армавирского летного училища. А дальше в Узбекистан пришло разрешение на поступление в Армавирское училище. Но будете смеяться Олегу Кирсанову. Это вот как раз про мальчиков и девочек. Было очень обидно, но примерно в то же время я... Ну, опять же, наверное, звезды. Так получилось, я познакомилась со Светланой Евгеньевной Советской. Мы приехали к ним в городок. Очень интересно. Светлана мыла машину. И, как сейчас помню, серая Волга, по-моему, была у нее. А ребенок маленький в коляске и муж с колясочкой, а Светлана Евгеньевна машину мыла. Ну, вот мы сели за стол, когда все, она говорит, Оль, ну, реально, у меня папа генерал, у тебя нет. Найдут возможность, где развернуть и выгнать. И отправить на второй круг. Расстроишься, все. Есть одно училище хитрое. Это называется летно-инструкторское училище волчанское. Единственное, куда принимали девушек. Но не более четырех человек в год. Получается, попасть в Волчанское летное училище тоже нереально. Четыре человека в год на весь Советский Союз. Это было сумасшедше. 120 человек на место. Причем хитрая очень вилка. Надо было одновременно и уже иметь налет, и в то же время, чтобы возраст не превышал. Но так как я очень рано в школу пошла, и все это у меня получилось так, как все совпало. Вы в казарме жили? У нас все-таки была отдельная комната. При казарме, то есть совсем прям казармы нет, но в керзовых сапогах я походила. И знаете, так интересно. Я не умела портянки сначала заматывать. И первый мой поход в керзовых сапогах закончился. В общем, у меня были просто дыры на ногах. Кровавые. Но после все научилась, и спасибо папе, он привез австрийские сапоги тогда, у меня мягкой кожи. Они выглядели абсолютно как керзачи. Никто даже сказать ничего не мог. Что за девушка такая? То мозоли на руках от байдарки, от гребли, то мозоли на ногах от керзовых сапог. Но зато самолет был уже совсем рядом, так что можно было потерпеть. Это был Ан-2? Это был сначала Як-52, потом Ан-2. А распределение у меня было вообще на Л-29 в Карагандинский военный центр. Но как раз сломался союз, и когда я приехала по месту распределения, мне сказали, барышня, мы сейчас орлов своих будем сокращать, те, которые уже летают, ребята, все, они вынуждены уйти из ворота, идите куда хотите. Дипломированный специалист, никому не нужный пилот Кирсанова вынуждены вернуться домой в Ташкент. Но в Узбекистане ее тоже никто не ждал. Ольга отчаянно пытается найти работу и в результате долгих поисков сумела пробиться в ряды пилотов санитарной авиации. И ради того, чтобы летать, упросила взять ее на вредную работу, доставлять грузы особого назначения. Это была совсем небезопасная химия. И у руководства волосы дымом встали, когда стало известно, на какой участок они поставили отчаянную женщину. Так дело не пойдет. Надо Кирсанову переводить. Работы практически не было. И я тогда тоже пришла к начальнику управления тогда Газим Азитович Рафиков. Очень удивительный человек. Большой, добрый. И он выслушал меня. И сказал, Оль, давайте, вот у вас есть образование, есть опыт. Давайте мы с вами подумаем о переучивании на Як-40. Ну и конечно я об этом даже мечтать не могла. И так я попала за штурвал замечательного самолета, который назывался Як-40. Это 8-100 максимальная высота для меня тогда это было просто вот ну выше всяких наверное самых сказочных и заветных желаний. И стал родной самолет 11 лет. 11 лет, да, я очень любила этот самолет, он замечательный, он же на самом деле готовился для армии, то есть он юркий, единственная его проблема была, он очень много керосина кушал. И вот с керосином как раз очень печальная история связана, потому что керосин как раз вот Узбекистан купил свой завод где-то в Фергане, и так как Як-40 не вылетал за территорию Узбекистана, там завод не до конца много было взвесей парафиновых. И в общем топливорегулирующую аппаратуру Як-40-х поубивали, самолеты поставили опять к стенке. Вариантов не было опять. И тоже либо стоять и ждать неизвестно чего, либо идти дальше. А дальше учеба в Академии пилотов гражданской авиации в Санкт-Петербурге. Командный факультет. Чтобы никто больше не смог возразить против кандидатуры Керсановой, чтобы все уже поняли и узнали, что Ольга профессионал высокого класса. Ей доверили летать на Ту-154. Вы были когда в училище, да там окружение мужское в основном. девушек мало. Конечно же невозможно было, чтобы никто не обращал на блондинку на яркое внимание. Ухаживали? Ну, всякое разное бывало. Нет, на самом деле был самолет и была цель летать. Больше ничего не было. Достаточно странно сейчас думать об этом, но это было так, правда. Очень хотела летать, хотела добиться, хотела доказать, что я могу. И какое-то время в общем наверное отвлекаться налево и направо просто не было возможности. Времени не хватало. Первым делом самолеты, а уж мальчики потом. Точно, именно так. Так и получилось. Но, тем не менее, один мальчик, вернее, уже солидный мужчина, да еще к тому же и летчик, повстречался Ольге в московском метро. Валерий не раздумывая пошел в атаку. И крепость пала. Телефон попросил? Нет, он сразу сказал, выходи за меня замуж. Вот судьба. Не знаю я, так случилось, вот здесь тоже, наверное, не судьба. Он был намного старше меня, и родители это очень смущало. Потом они всю жизнь в браке жили. Сейчас, да, вот опять же, поглянувшись назад, я понимаю, что, конечно, мама с папой были правы, но я тогда была вот молодая и... Влюбленная. Влюбленная, да, и принимала сама решение. Решение выйти замуж оказалось ошибочным. Об этом Ольга будет потом многие годы жалеть. Вроде бы и свадьба была, и фата, и роспись в ЗАГСе. Все как у людей. Вот только жизнь семейная не сложилась. Валерий запутался, в какой же ему роли выступать. Он вроде молодой супруг, а в то же время и чрезмерно любимый сын своей матери. Свекровь встала на пути к счастью. А Валерий оказался совсем не рыцарем. Быть может, брак мог спасти ребенок, и он появился на свет всего на один день. Младенца узбекские врачи спасти не смогли. Похоронив его, Ольга принимает решение навсегда покинуть Ташкент и закрывает дверь в прошлое. Вы просто приняли для себя решение, что надо уезжать. Да. Я развелась и уехала. В никуда? Ну, конечно, не совсем в никуда. Иногда в жизни вот получается, что случается, как судьба улыбается. Я прилетела просто в очередной раз в Москву и на эстафету вместе с экипажем. Я утром гладила рубашку, позвонил мой коллега и сказал, Оль, у тебя ровно 15 минут, через 15 минут у тебя МКК. А это прям рядышком... Это комиссия, так? Вот. Ну, я пришла, они посмотрели, посмотрели на то, что я могу, на то, что я имею, на то, что я хочу. Наверное, так тоже. Вот. И сказали, знаете, у нас все хорошо, но пока вот вакансий никаких нет, но мы будем вас иметь в горячем резерве. И я-то с этим улетела. Буквально через неделю раздался звонок и мне сказали, если ты в течение недели прилетаешь, ты можешь рассчитывать на Ту-154, но уже российской компании. Понятно. Был самолет, и это было главное. То есть, ни одна есть свой самолет. Точно. Это счастье. Началась история... Вы на Ту-154 летали достаточно много, да? На Ту-154 у меня получилось пролетать два года, и как раз это вот опять вот, ну, наверное, судьба, потому что самолеты стали убирать из компаний. Взяли вот эти вот маленькие арбасики, причем, когда я впервые попала, то есть я знала, что есть А-310. Он летал в Узбекистане. Хорош такой, красивый самолет. Когда я попала на борт с первый раз 319-го самолета, я была очень расстроена, потому что у меня по жизни самолеты все степ-бай-степ росли, а здесь опять маленький, с маленькой кабиной, да. Ну, в общем, вариантов не было. Либо... Летать? Либо вообще за порог. Поэтому, ну, позволяла, вот опять же, квалификация, то есть у меня был уровень английского языка, достаточно количество часов налетанных уже. И вот так мы стали пилотом. Спустя 10 лет судьба подарит Ольге еще один шанс стать матерью. О своей беременности она узнала перед полетом в Африку, проходя медкомиссию. УЗИ показало, что будет мальчик, а любимый мужчина, лишь только услышав, что скоро на свет появится ребенок, исчезает из жизни Ольги. В отчаянии она принимает решение сделать аборт. Но ангелом-хранителем своего будущего внука Юрочки выступит Георгий Александрович, папа Ольги. Папа сказал, даже не думай, даже нет. И мы поехали сделать ЛИУЗИ, увидели, что это мальчик. И Бог дал мне вот Юрочку. Папа наступил на горло и заставил меня рожать. А у вас было ощущение, что не нужно ничего? Ну, опять же, вот понимаете, работу терять было страшно. И здесь вроде бы только-только вот стало что-то получаться. Вы узнаете, что вы беременна. Юрочка стал 15 в животе. Сначала не поняла, но некогда было, потому что надо было много чего учить, и поэтому не до этого было. И, в общем, как-то так. А то, что вот спортивное прошлое, пресс держал живот, и живот появился только тогда, когда надо было вот практически я отлетала в свой экзамен. Причем мой экзамен проходил в Новосибирске. На 25-ю полосу я садилась. Помню, Евгений Белов был инструктором у меня, он мне поставил пятерочки. Я счастливая и довольная полетела в Москву. Все, на следующий день больше живот не убирался. Я пришла к господину Объедкову, у нас был летный директор, он так ругался, но единственное, что я смогла сказать, я сказала, что если бы вас мама не родила, то вас такого замечательного бы на земле не было. В общем, он ругался так, что мне пришлось лететь домой, и меня положили в роддом, потому что вот угроза была преждевременных родов. Кирсанову отправляют в декрет со скандалом, с руганью. Как ты могла, мы же доверили тебе ответственный участок, на тебя рассчитывали. Но этот шквал брани и поток унизительных слов не задел сердце Ольги. В ее душе появилась надежда стать матерью, а это самое главное. После рождения сына Юрочки Ольга быстро восстановилась и через 7 месяцев решила вернуться на работу. Вот только никто не предлагал уже Кирсановой снова летать. Ну, в результате, когда я вернулась, причем я рассчитала так, что по времени, чтобы не потерять переучивание, я на 7 месяце, как Юрочка стал только кушать вот немножко другую еду, кроме мамы, я села в самолет и улетела с полной грудью молока. И это же мужчинам не интересно все. Меня месяц мордовали, причем было сложно, не было ни денег, ни толком работы, сначала обещали, потом в результате предложили очень интересную должность какой-то дежурной по этажу в какой-то гостинице. То есть, в общем, я говорю, ребят, у меня 3 высших образования, одно из них, самое верхнее, это Санкт-Петербургская гражданская авиация академия. Вы о чем вообще? То есть вы остались без работы фактически, да, с ребенком на руках? Я еще дома начала строить же, так как все было хорошо, мы залили фундамент, и... Ну, как-то так. А муж не помогал, да? Нет, муж... Мы просто больше вообще никогда не встречались, и все. Моему ребенку папой стал мой папа. И вся любовь, которая была моя любовь, ко мне любовь, вот так правильно. Папа ее Юрочке отдал, то есть первые навыки владения молотком, пилками и всем остальным прочим инструментом, конечно, это папина заслуга. Юра, молочко будет вкусное? Да. Котиков будешь кормить? Да. Белочка, посмотри на меня. Вот такая белочка у нас красивая. Давайте немножко о вашем папе, который взял на себя ответственность и сказал, Оля, летай, мы будем воспитывать. Это же тоже очень важно. Вы остались одна с ребенком, и они позволили вам вернуться в авиацию. Ну, папа знал, что для меня это очень важно, возвращение в авиацию, чтобы не потерять себя. И мы вот как раз вместе сели, посчитали, чтобы не потерять время. Папа сказал, все, езжай, мы с мамой справимся. Так у нас козочки появились в семье, купили козла и козу, стали доить молочка, давать, чтобы Юрочка рос без маминого молока. А дом где вы строили? Дом в Краснодарском крае, и теперь стая коз у нас всегда бегает вокруг, и это здорово тоже. Это и мясо, и молоко. Все разом. Это где-то не доезжая Минвод? Это получается Краснодарский край, 166 километров от Минеральных вод. А это между Ставропольским краем? Да, 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 именно так. Безумно красивое место. Папа как раз после Ташкента выбрал просто фантастика. Как вы очутились там, в этом месте? Папа поехал со средним нашим братом поступать в Армаверское училище. Он высокого роста был, блондин, голубоглазый, влюбленный в небо. Он в 14 лет самостоятельно вылетел на Як-52. И когда он приехал в училище, все было замечательно до того момента, пока не провели паспорт. А в паспорте 1 мая 1972 года. И все. И его завернули, и папа прилетел на выручку из Ташкента. А генерал, который возглавлял училище, он говорит, давайте так, вот год, пусть он гуляет, через год приезжает без экзаменов, я его возьму. Ну и все. Папа с мамой приехали поблизости, вот нашли вот это удивительное место. Папа, когда первый раз поехал, кто-то из работников училища сказали, что вот, ну, есть станица интересная, не очень далеко, но очень красивая, и что стоит посмотреть. И папа поехал, влюбился, потому что после Ташкента он приехал, вот первое, я помню, рассказывала его, трава по грудь, сливы, груши, яблоки, все до земли. И он сказал, все, мы переезжаем, все, так мы стали казаками. Казаками. Счастливая жизнь в семье Кирсановых прерывается в 2013 году смертью Георгия Александровича, отца Ольги. А 4 года назад ушел из жизни средний брат Александр. Его дети стали Ольгинами детьми. И вот 10 лет уже, как нет папы, и я впервые, когда папа не стала, осознала, как тяжело быть папой. То есть у меня мой сын, Юрочка, и два мальчика, Саша и Илюша, им приходится быть папой. все заботы и проблемы семейные, все опустились на мои плечи. И, в общем, и кормить, и поить, и всегда думать вперед, как правильно сделать. Ну, теперь я командую. Но у нас все замечательные мальчишки, и все с небом связаны очень плотно и крепко. Сколько было лет, Юре, когда папа умер? Чуть меньше пяти. Потом мы вместе были здесь, на Круглом озере. Это была однокомнатная квартира. И Юра, я нянь нанимала, а сама улетала. Позже уже Юра чуть подрос, сама оставалась, а я улетала. Старалась ночью летать, чтобы уложила его спать. Быстренько слетала тогда на маленьком самолете. И вернулась. Тяжело было. Именно поэтому уже и возникло вот решение, что нужно переучиваться на больше самолет, потому что меньше, ну, как бы по количеству рейсов это меньше дней занято. И всю остальную часть можно тогда было проводить дома с семьей и заниматься и мамой, и Юрой. И вы переучились на Боинг уже, да, Селия? Нет, я переучилась на 330. Это уже другого уровня машины. Совсем, потому что мир открыл, широко открыл свои объятия. И стала летать по всем странам мира. Стала летать, да, далеко, то есть Япония, Китай, Индия, Америка. Но это все очень интересно. Куба. Мир посмотрела. Юрочке дала возможность немножко тоже посмотреть, пока была возможность тоже вот длинной, когда командировки, Вальдивы. Мы дошли до того, что он в какой-то момент сказал, мам, ну так скучно, ну нечего здесь сделать. Я говорю, сын, ну это же наша работа с тобой. Это были Мальдивы такие пятидневные, были трехдневные. А сейчас он говорит, как-то мы давно никуда не летали, но Бог даст полетим. Еще будет, конечно, впереди. В общем, все осталось позади. Был замечательный самолет, я с ним подружилась. Потрясающие люди вокруг дали возможность научиться управлять им. И так я стала летать здесь, зарабатывать деньги. Это была тяжелая работа, потому что шесть дней, потом один день выходной. Ну, пыталась просить так, чтобы вот по максимуму, то есть прилетаешь и, например, в ночь, и там с ночи, ну, чтобы выкроить как-то денек, чтобы сгонять в Краснодарский край, побыть с ребенком, поцеловать, обнять, и опять на работу. Ну, иначе никак не получалось. Зато дом теперь стоит, деревья посадили, сын растет, слава богу, все хорошо. И учатся в Нахимовском училище. Гордость. Мы принимали в прошлом году участие в параде, у него же теперь есть медаль, что он принимал участие в параде. Ой, это надо было видеть. Я летала туда и тоже уставшая, но знала, что такое важное мероприятие. Прямо из самолета быстро через ванну прилетела. Ну, это правда грандиозное. Это то, что надо видеть. Ура! 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 А носик ребенка был вот до потолка и ради этого я и живу на самом деле. Стараюсь работать, чтобы все было хорошо. Ваша работа такая специфическая, она и романтическая, она и ответственная очень. Вот автографы даете людям? Вообще кто-нибудь вот идет девушка-пилот? Знаете, чаще, наверное, на борту, то есть вот бывает, когда уже уходят с борта и да, иногда такое звучит, что женская рука чувствовалась при посадке. Я люблю, правда, это на мокрые и скользкие полосы это не очень правильное решение, но когда полоса, покрытие полосы позволяет, я люблю вот этот кислендинг, когда колесики шуршат и душа поет. И ребенок, когда у меня пассажиром летал, мама, так хлопали тебе. это приятно всегда. И то, что вот дверь закрыта и не слышно, когда хлопают, а вот, наверное, какими-то где-то вибрациями все равно это ощущаешь, и это даже после совсем-совсем уставшей становишься снова окрыленный и полный сил. Это правда. С годами, к сожалению, моложе не становишься. Я стараюсь каждый раз себе говорить, что у меня молодой сын совсем маленький еще, ну, 15 нам только исполнилось. Надо еще довезти, чтобы у него была молодая мама. Поэтому я стараюсь и по-другому никак не выходит. Только вперед. Я желаю, чтобы у вас небо было всегда ясное и синее, чтобы вы много-много-много из часов налетали, чтобы ребенок вырос настоящим героем. Спасибо. А мама уже герой. Ну, мама не герой, мама только учится. Я же вам говорила про деда. 26,5 часов, тысяч часов. У меня пока 11 к половине только подходит. Есть куда стелиться. Я надеюсь, что, да, небо еще даст возможность мне набрать еще больше часов, с тем, чтобы я могла тоже вот на уровень дедовский подняться. Ну, так, наверное, навряд ли, но будем стараться. Цели есть. Раз цель поставлена, значит, будем пытаться преодолеть все препятствия по дороге. И все получится. По-другому на не нельзя. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok